Меня зовут Рамиль Суфы. Вначале я хотел напомнить один евангельский сюжет, записанный в трех Евангелиях. Это когда Христос призвал мытаря Матвея, и тут сделали для него большое угощение, и много мытарей и грешников собрались в его доме возле Иисусом Христом. Мне думается, что именно в этот момент или с этого момента иудеи с презрением стали называть Иисуса Христа другом мытарей и грешников. Человек, который любит есть и пить вино друг мытарям и грешникам. Это мы сегодня другие, ну другой смысл что ли, вкладываем, песни поем, лучше грешников друг, а тогда это не так было. И я хотел обратить внимание, сделал большое угощение. Мы тоже делаем угощение, но в отличие от Матвея, только небольшое. И делаем это, стали делать на постоянной основе. Даже можно назвать теперь это служением. Но оно и действительно служение, служение ближним. Я его назвал или обозначил. Оно уже здесь звучало, во многих церквях это есть, в объединениях. Это уже не новое. Я, знаете, я название ему придумал, что ли, или обозначил. На дне называется. Ну или если по-библейски, то ворву. Как-то, чтобы пополнить братский дом, чтобы пополнить братский дом. У нас братский дом большой, а народу мало. Ну и вышли на поиски. Нашли места скопления этих людей бездомных. И вот здесь храм был. Вот это храм был. Приехали братья с баяном. Сначала было плохо. Они плохо слушали. Евангелие не берут. Относятся настороженно, в общем. И свидетельство как-то, ну не идет. Потом решили, давай попробуем бутерброды. Сделали бутерброды. Закоптили сало в братском доме. Сыр, чай горячий. И, знаете, дело пошло совсем по-другому. У них лица стали другие. Стали брать Евангелие. На беседы стали, ну беседы стали хорошие. И так искренне они стали благодарить. И там один у них, ну наподобие смотрящего, что ли, среди бомжей. Или среди обездоленных. И он мне говорит, когда увидел этот плакат, он так обрадовался, знаете. А на плакате там написано «бездомный». Ему так понравилось. Видимо, ну их устали уже от этого слова. Бомж, может быть. Он хотя и сам так о себе говорит. Он так обрадовался. Он говорит, бутерброды бездомные. Внизу написано «ради Христа». Ну, говорит, теперь я буду к вам всегда направлять, говорит, народ. А потом уже через некоторое время, там есть и с репцентра туда приезжают. Ну они ловят рабочих. Есть лица кавказской национальности, тоже, видимо, с криминальным чем-то связаны. Он говорит, этих понимаю и тех понимаю. Вас, говорит, не могу понять. А потом приехали братья с баяном один раз. И у нас такое полноценное служение получилось. У меня был мегафон. Речу рассказываем. И они так, ну, слушают. Слушают хорошо. Вроде бы и так незаметно. Но потом я как-то обратил внимание, ко мне один подходит. Один подходит и говорит, помнишь, ты стихотворение читал? А прошло, наверное, недели две-три. Он говорит, прочитай вот этому, говорит, на другого показе. Думаю, значит, все-таки что-то остается. Потом мы как-то проезжали мимо рынка и смотрим большое скопление людей. Ну, смотрю, вроде на митинг не похожим. Подошел поближе, свои. И взял газеты, журналы, начал свидетельствовать. Опять плохо пошло. А там с репцентра они подкармливали, горячая пища. И потом этот приметил меня, старший их не подзывает. Ты что здесь делаешь? Я говорю, ну вот хожу, раздаю газеты, Евангелие. Он говорит, ты кто такой? Я говорю, баптист. Ну, он начал ругаться. Я говорю, ну, я же похлебку твою не ем, говорю. Он говорит, убирайся. Баптисты, я, говорит, ненавижу баптистов, убирайся отсюда, говорит. Ставьте свой. Я, говорит, кормлю, а ты здесь ловишь. Ну, я так покрутился немножко, пошел. И думаю, а может и справедливо, в общем-то, они кормят, а я здесь, ну, пришел, да. Думаю, может попробуем действительно подкармливать. И здесь тоже, в этом храме. Ну, это не храм, а это возле рынка, аллея там. Ну, и в следующий раз, значит, подъезжаем. Опять в этот же день, они тут метров 15, аллея, середина, они метров 15 горячей пищи. Мы тут с бутербродами. Они у них берут горячую пищу, идут к нам за бутербродами. А я с опаской смотрю туда на ту сторону, того вроде бы нету. Вот он был здоровый такой, того вроде бы нету. Ну, там маленький, щуплый, видимо, наркоман какой-то. Тоже не выдержал, подходит, вы что здесь делаете? Дай твою визитку. Я дал ему визитку, он давай кричать на меня. Мы, говорит, к вам приедем. Я говорю, пожалуйста, у нас двери всегда открыты в братском доме. Он говорит, ставьте свой день. Ну, я думаю, может действительно свой день поставить. Ну, здесь как-то все вроде готово уже. И получилось, как у Исака. Один колодец открывает, спорили другой. Но, правда, здесь мы колодцы не открывали. Ну, и мы выставили. Тут, которые были, у нас мегафон был. Я объявил, мне как-то понравилось. Они часто спрашивают, что такое братский дом. Ну, объясняешь. Они, говорят, репцентр. А в репцентр они не хотят идти. Многие уже прошли серию репцентра. Я говорю, ну, это не репцентр. И тут как-то меня осенило. У меня этот мегафон был. И вот они тут еще здесь собрались. Многие. Я объявляю. Я говорю, у нас есть гостиница, называется братский дом. Проживание, питание бесплатно. Но есть, грустные условия. Не пьют, не курят, не ругаются. И там один был, ну, такой, ну, крайне такой запущенный, что ли, можно сказать. И как-то я ему свидетельствовал в самом начале. Еще тогда мы не подкармливали их. Он так посмотрел на меня, ты кто такой? Говорит, как плюнул мне под ноги. Я думаю, ну, хорошо, что не в меня хоть. И, говорит, вот я был такой-то там, прочее. А потом мы стали кормить дня, недели, через две-три. Я слышал, он говорит другому. Он мне как-то куртку попросил, я ему привез. И он слышал, говорит другому. Это, говорит, друган мой. Думаю, интересно. Друган. Там одна женщина у них кормила. Кормила с поварешкой, я ее приметил как-то. А тут она к нам тоже подвязается. Ну, мы, говорю, мы без тебя как-нибудь управимся. Я говорю, ты у них кто была? Волонтерша? Она говорит, да, волонтерша, говорит. И я говорю, ты скажи им, ну, то есть в другой день, в другой день скажи, что мы вот в час дня в среду теперь, каждую неделю будем стараться приезжать сюда. Ну, не стараться, будем ездить. Ну, и в следующий раз она говорит, меня прогнали. Говорит, я стал им звать их. Меня, говорит, прогнали они. В общем. И в это время еще, ну, у нас группа. А потом одна сестра предложила горячую пищу. Я вначале не хотел как-то с горячей пищей связаться. Думаю, потом, ну, два-три раза покормишь, потом бросишь. А я опять с этими бутербродами мы останемся. Ну, согласились. И еще одна сестра подвизается в это время с газетами. Ну, буквально у нас 30-40 минут эта вся процедура проходит. Вот она за 30 минут, помню, раздала упаковку газет. Одна пожилая, ей 72 года. Знаете, ну, мы тоже Евангелие здесь раздаем. У нас тоже евангелизация сразу пошла по-другому. Люди берут и рассказывают свои истории, прочее. Одна просилась, ну, отправьте меня куда-нибудь. Ну, ей сказали, что есть сестринский дом. Я договорился даже с Новосибирском, но в назначенный день не пришла. А последний раз, ну, или предпоследний, у них уже сейчас больше. Сначала еще, помню, как-то мы первый раз, когда назначили этот день, думаю, и переживаем, подъехали, подъехали пораньше, минут за 20, наверное, и переживаем, придут, не придут. Я сейчас вот сижу, думаю, да, вот, ну, была когда-нибудь у кого-нибудь такая радость, да, вот бомжи придут или не придут. Смотрю, идут, человек 10, наверное, такая радость была на сердце, знаете. Сейчас их уже больше 20 собирается у нас. И, думаю, еще больше потом будут приходить. То есть они уже поняли, что мы не обманываем на постоянной основе у нас, в общем-то. И когда предпоследний раз их человек 25, наверное, было, они поели уже, все. И горячие, и бутерброды. И некоторые ушли, а основная масса осталась. Осталась. И я говорю, ну что, все наелись? Они говорят, все наелись. Я говорю, ну теперь давайте Бога поблагодарим. Они шапки снимают. Поблагодарили Бога. Теперь еще и благословения уже просим. Прежде чем начать это кормление, сначала просим благословения. И слышу, как там одна сестра проходит. Они уже нас за полчаса ждут. И они там, он говорит, наша машина едет. Она говорит, нет, 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 не наша. Да нет, наша, говорит. Мы раз заезжаем, они такие встречают нас. И всегда, знаете, ни разу не видел брошенного трактата, газеты, Евангелия. И всегда после себя они убирают. Мы специальный мешок ставим. Все четко как-то. И эти люди, знаете, сегодня они думают совершенно по-другому. Если раньше они думали, ну во всяком случае те, которых мы кормим, они раньше думали, что Бог отверг их. Теперь они прекрасно понимают, что они отвергают Бога. Они Бог их отверг. А еще как-то, ну я слушаю, да, у других братьев здесь, ну это уже как бы набираешь, что ли, ну силу вот это, служение, можно сказать, да. И как-то без, ну без проблем, в общем-то. А у нас как-то конкуренция. Ну и довольно жесткая конкуренция. Как-то приезжаем и за полчаса, минут за 20 смотрим, в соццентр приехал. Из соццентра тоже смотрю, там наши тоже крутятся. Они сначала у нас, потом они к ним пошли. И я с этим человеком познакомился, с заведующим. А я с ним уже имел дело только по телефону. Он нам разрешает, ну пройти в этот соццентр. Ну или бомж-центр, просто на роде называет. А здесь я познакомился уже с ним лично. И он мне говорит, а вы чем занимаетесь? Я говорю, ну у нас братский дом есть. Он говорит, а можно мы к вам будем посылать? У нас бывает, ну как, перенаселение, что ли, мы будем к вам посылать. Я говорю, можно, нет проблем. Я говорю, а вы паспорта можете делать? Он говорит, без проблем. И знаете, полиция не подходит. И мы на таком месте стоим, там даже немыслимо машину поставить. По краям эвакуатор ездит, забирает. К нам ни разу не подходил ни полиция, ни эвакуатор. И мне как-то... А вопрос все равно возникает, знаете. Ну, думаешь, есть нужда? Ну, или как-то... И у сестер тоже такой вопрос возникает. Ну, для чего это делать? Вроде как, ну, еще пока братский дом не наполняется. Может быть, и рано еще говорить о результате. И знаете, мне мысль такая пришла. Да мы же Бога прославляем. В общем-то, мы уже сегодня Бога прославляем этим служением. И эти люди уже меняют мышление. Ну, и как-то недавно мы сидим с женой. Она мне говорит. У нас братский дом, он не так давно. Четыре года всего. И когда мы его, ну, начинали, там такие большие ворота. Ну, я просто как мечтательный, что ли, так выразил свое, ну, как бы, желание. А он у нас за городом, там никого нету. Ну, два металлиста ходят, может, иногда придут, поругаются к нам и уходят. А я говорю, на воротах написать бы, ну, там, для бездомных ужин бесплатный или завтрак, я уже сейчас не помню. Ну, и, может быть, жене сказал это. И вот мы недавно сидим, она говорит, смотри, говорит, Бог исполнил твое желание. Даже лучше, чем было. Аминь. Продолжение следует. Спасибо.